Окунаться в ледяную воду или все-таки не стоит? Такой вопрос ежегодно возникает накануне Великого Праздника Крещения у многих людей. Ну а кто-то уже абсолютно сознательно окунается в прорубь, веря, что вода исцелит от всех болезней и зарядит энергией на целый год. Сегодня гости нашей студии священник Анатолий Бачкар и врач-терапевт Елена Булгакова. С ними и поговорим. Станут ли все безгрешными после купели? Всем ли она показана? И что на самом деле нужно или не нужно делать в Великий Праздник Крещения? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, отец Анатолий. Рад вас видеть. Начну не с самого приятного. В прошлом году на Крещение в Ленинградской области утонула женщина, которая ныряла с головой в самодельную прорубь и ее унесло течение. Отец Анатолий, первый вопрос к вам. Вот с точки зрения служителей церкви. Почему такое произошло? Это же вроде бы благое дело человека, прорубь. Дело в том, что, учитывая, что все-таки водная стихия для человека неродная, нужно быть максимально аккуратным. И на самом деле, когда на водной стихии, на реке или в озере делается обустраиваться купель, нужно предусмотреть малейшую возможность того, чтобы человека не затянул под лед. Есть течение. То есть, если вот у нас, скажем так, в Алтайской епархии, у нас в Барнауле обустраивается купель, то делаются поручни по всему периметру водной купели, чтобы человек, не дай бог, никуда не унесло, обязательно дежурят у нас специальные службы, это МЧС, скорая помощь. Вот. Поэтому, прежде всего, видимо, это неаккуратность где-то какой-то чрезмерная, скажем так, слишком навеселе пришли, как-то самоуверенность. А где вот... Ну и плюс прорубь-то самодельная была. Ну, самодельно. Ну, верили, видимо, что ничего не случится. Так, господи помилуй, на бога надейся, сам не плашай. Нужно быть максимально аккуратным. Ты переходишь дорогу в одном и том же месте, там горит светофор. И если ты переходишь на красный свет светофора, не стоит удивляться, если тебя может сбить машина. И здесь точно так же. Нужно быть максимально внимательным, аккуратным. Вот смотрите, вопрос опять же к вам. Насколько вообще обряд погружения в ледяную воду требуется соблюдать на крещение? Многие верят, что вот весь год они грешили, окунулись один раз на скрещение, все грехи себя смыли. Дело-то в чём, что Господь отпускает грехи человеку на таинстве исповеди. Лучший способ встретить праздник крещения – это прийти в 8 утра в храм Божий на божественную литургию, исповедоваться, причаститься к Христовым тайн, да, побыть на чине великого освящения воды, взять с собой в сосудах святой воды, это великий агриасм, великой святыни. Ну, если прям так не втерпёшь занырнуть, и очень хочется, и у тебя есть такое крепкое сибирское здоровье, хотя оно тоже не является причиной того, что ты можешь быть убережен от чего-то, само по себе погружение святую в воду, оно не прощает грехи. Ну, может быть, кто-то из докторов нам лучше скажет, насколько это полезно. Ну, это мы узнаем, да. Это мы узнаем. Но на самом-то деле, если прям хочется тебе занырнуть, вот, в наших храмах, и в храмах Барнаула, и у нас в храме Санникова, в храме Селеспирилан-Тремифонска, обустроены специальные купели, баптистерии. Там, где вода, скажем так, она, значительная температура выше, чем на реке, опять же, нет ветра, тепло, взяли с собой специальные крестильные рубахи, халатики, чтобы не в костюме Адамы Евы заныривать святую в воду. Ну, аккуратненько переоделись, зашли. Ну, вполне. То есть у вас тоже есть такая... Это у нас тоже есть, конечно, уже не один год, уже, по-моему, лет 8-9, мы устраиваем это у нас в нашем храме. И опять же, взять с собой фен, посушить волосы. Елена, вообще окунались сами когда-нибудь в купель, в ледяную воду? Нет, да? Нет. Не было такого. А как вы вообще отмечаете праздник, если отмечаете его? Это православный праздник. Мы все христиане, мы все православные. Поэтому какое-то проявление его встречения мы, конечно, делаем. Мы обязательно запасаемся водой. Мы в этот день не грешим. Мы радуемся крещению Господню. Ну, и тогда мы продолжим про ледяную воду, что все очень любят и считают, что это действительно как-то искупит все их грехи. А к вам, как к врачу, обращаются ли люди с вопросом, можно ли им в ледяную воду, и кому действительно можно, а кому вот категорически, вы говорите, нет. Иногда бывают такие вопросы. Люди, которые озадачены своим здоровьем и не вредят себе, были такими-то спрашивали. Если вы абсолютно уверены, что вы здоровы, особенно ваше сердце и сосуды, то, конечно, пожалуйста, это всегда имеет свой положительный эффект. А категорически противопоказано однозначно пациентам, у которых есть ишемическая болезнь сердца, были ли инсульты, инфаркты, нарушения ритма, и пациентам с бронхиальной астмой, потому что это может спровоцировать приступ. И тут уже, если вы в оборудованном месте это проводите, то у вас есть шанс после этого выжить. А если не оборудован, то уж тем более. А ребятишки маленькие, многие же с собой деток берут в ледяную воду. Для них какие-то есть показания, противопоказания? Вообще нужно ли ребёнка с собой ввести? С детьми вообще гораздо опаснее ситуация, потому что у них есть такой, особенно у малышей, рефлекс у них может произойти остановка дыхания внезапная. Поэтому маленьких ребятишек я бы точно не советовала бы. Тем более у нас есть уже такой вариант, когда есть более комфортные условия для этого. Поэтому если вы настолько вирующий, вы хотите это сделать, то лучше это сделать безопасно для ребёнка. Отец Анатолий, а вы сами-то окунаетесь? Ну, периодически бывает. Ну, в зависимости от состояния. Если я чувствую, что я устал, плохо себя чувствую, какая-то слабость некоторая, то я воздержусь. Вдруг вы приболели, да? Да, или ещё что-то. Ну, тогда я пришёл домой, принял душ, скажем вот так. А так, если на реке, ну, бывает, что иногда заныриваю. Ну, это, если рядышком стоит баня, да, то можно, конечно, нагреться. Ну, это для меня не принципиальный момент, а совершенно как. Иногда хочется какого-то экстрима, если чувствуешь себя здоровым и целым, то почему бы и да. Всё равно это экстрим немножечко, да? Да, конечно, это экстрим. Это всё равно нагрузка на организм. Ты же не знаешь, как может повезти. Может, скажем так, ты из тепла вышел, ещё толком не остылся, но холодную воду, какой-то спазм, и тебя какой-то нерв зажал, и всё, и потом инвалид на всю жизнь. И да, и потом не разогрёшься. Вот смотрите, у нас очереди в период крещения встречаются не только, да, вот там на Абии, возле купели каких-то, уже отец Анатолий начал говорить о том, что народ идёт и в храмы, и стоит в очереди за водой. И существует мнение, что практически любая вода в этот день, она священная. Так ли это? И вот некоторые даже говорят, вот возьмите, опустите крестик свой серебряный в воду, и она сразу станет абсолютно полезна и поможет исцелению. Ну, дело в том, что в этот праздник Господь, Богоявления, вот, освящение воды совершается великим, особый чин. То есть, таким чином освящается раз в году вода. То есть, там специальные молитвословия, воспоминания, да, о крещении Господа Иисуса и Орданах, которые возвратил, в реках воды Ордан, которые возвратились пять. То есть, как бы, это особый чин. Священник поставлен для того, чтобы освящать. Доктор лечит, да, скажем, повар готовит, священник освящает. Это дело такое. Ну, любая вода, вот вы уже сказали, в душе можно. В душе, это не в плане того, что ты хочешь окунуться. Ну, окунись. А, вот просто говорите. А вот эта вот вода в душе, она может быть целебной какой-то. В день освящается всех вот естеством. В этот момент оно все... Вот эта вода, она откуда за вас в храме? Она пришла из Аби, пришла, скажем так, через все вот эти... И всех вот естество освящается, да. И в этот момент, да, она обладает. Но ее запустилось, уже не получится. То есть та вода, которая освящается в храме Божьем, там, в купеле, она действительно ранится целый год даже более, не претерпевая никаких, скажем так, портящихся каких-то моментов. Вот, кстати, у меня был следующий вопрос о том, сколько можно вообще эту воду хранить и сколько она может быть такой целебной, скажем так. Учитывая тот момент, что мы это совершаем ежегодно, она год совершенно хранится, у тебя есть возможность прийти в храм. Если случился рак, что где-то же далеко живешь, хотя сейчас рядышком... Ну, скажем, мне хватает дома на нашу большую семью, ну, там, не знаю, несколько полтора литровых бутылок, в которые мы переливаем в трехлитровую банки, стекло, и по мере необходимости наливаешь стаканчик. Ты же ее будешь не купать, в ней не мыться, не купаться, там, не борщ варить, а? Чуть-чуть выпил, да, выпил утром чуть-чуть, немножечко добавил святой воды и святое дело. Елена, ну, тогда уже к медику, да, мы перейдем. Какую воду вообще можно пить? Отец Анатолий сказал, что любую. Практически вот, ну, в храме точно. Некоторые говорят, что воду из Аби можно пить, да. А вот какую, на ваш взгляд, можно пить, чтобы не получать какое-то кишечное расстройство? Потому что такие истории тоже бывают, мы не раз слышали. В официальном источнике воды, который наступит нам каждому дома, то тут мы уверены в своем здоровье. Ну, а вот в храмах? Ну, я думаю, что в храмах вода поступает тоже из официальных источников водопровода. Конечно, даже если вдруг у кого-то там на селе есть что-то скважина. Потому что здесь уже говорится о массовом, да? Да, да, да. Приятии воды. Поэтому здесь уже вопросы безопасности стоят на первую очередь. Маленьким деткам тоже стоит ли давать эту воду? Да, конечно, можно. Каких-то не было историй таких, вот именно когда к вам обращались с кишечными расстройствами после? Вы знаете, я даже начала вспоминать, обращались ли они ко мне с простудными или воспалительными заболеваниями. И человек говорил, что он погружался? Я не припомню такого. Может быть, настолько осознанно люди к этому подходят? Все-таки это же ведь праздничество, да? Мы погружаемся с какой-то целью, и люди к этому осознанно подходят. Поэтому я не припомню каких-то инцидентов по этому поводу. А еще вот смотрите, да, вот если говорим о том же погружении, есть у нас еще такой разряд людей, которые, чтобы так сказать, стресса у них не было, они приняли немножечко, а то и не немножечко накануне вот этого погружения, ну и думают, все легче пойдет. Как, на ваш взгляд, это влияет и может повлиять? Конечно, это категорически делать нельзя. Почему? Потому что в момент погружения в холодную воду сначала происходит спазм мелких сосудов, а потом они расширяются. Когда человек перед этим предварительно принял алкоголь, уже от принятия алкоголя у него расширяются сосуды, и он погружается в воду с расширенной, то есть у него переохлаждение моментально происходит. и вот тут уже можно заболеть. Именно заболеть, а то, может быть, даже еще более какие-то... Может быть, еще и более, но мы грустным не будем. Но как минимум заболеть у него точный риск кратно возрастает. Так еще ситуация такая. Ты идешь исполнить, скажем так, свое религиозное, так сказать, чувство проявить, и идешь ты погрузиться в святую воду, в купель, в святыни. А в Священном Писании сказано, не упивайте себе вино, в нем же есть вино. То есть ты идешь сделать, скажем так, для себя религиозный подвиг совершить, даже если, скажем, несколько раз в год, так сказать, человек ходит в храм, а тут решил, ну все, теперь по полной, ну, задумайся, насколько это будет тебе полезно, даже чисто с духовной стороны. Это нисколько не полезно, можно говорить. Слушайте, а отец Анатолий, а есть какие-то реальные истории исцеления прямо к вам приходили? Да, конечно, бывало. Приходили люди, которые после крещенской купели, у них там на руках, там, где сходили бородавки, какие-то попеломы, они просто исчезали, их не было. Кто-то были люди, вот, исцелялся от недуга, то есть... Были такие случаи, да? А вот смотрите, нужно ли как-то готовиться к празднику с точки зрения церкви? И вот можно ли еще сегодня подготовиться, потому что у нас праздник уже завтра? Да, конечно, можно, на самом-то деле. Что нужно делать? Сейчас, прежде всего, что? Сейчас в праздник Рождества Христова шли святки, святые дни, в те дни, когда поста не было. Сегодня на вечере Богоявления, Крещения Господня. Это постный день, в который стараются люди воздержаться от... не только от скоробной пищи мясных, молочных, рыбных блюд, но стараться удержать свои чувства от раздражения, гнева, обида, осуждения, от всего того, такого, скажем так, негативного, что бывает зачастую окружает нас в нашей жизни. И в этот день прочитать молитвы, постыривание к причастию, покаянные каноны, вечером в 17.00 прийти сегодня в храм на богослужение, помолиться за богослужением, приступить к таинству исповеди, и утром, завтра натощак ничего не есть, ни пить, ни курить, конечно, прийти в храм и в окончании ритургии причаститься. То есть мы говорим все-таки о том, что достаточно в день вот этот великий праздник крещения просто помолиться, прийти, отслушать службу, исповедоваться. Да, исповедоваться, причаститься, на кого имеешь обиду, попросить прощения, или даже вот, может быть, показалось, что на тебя он имеет обиду, вроде бы я и не виноват. Ну, хотя бы позвонить, написать сообщение, сейчас куча всяких мессенджеров, если не можешь сам прийти близко, невзирая на расстояние. Конечно, это будет самый лучший момент, ну и святой водички набрать тоже нужно. А там уже погружаться, не погружаться? Это уже дело такое совершенно добровольное. Хочешь погружаться, хочешь нет. Но если хочешь достойно встретить праздник крещения, исповедоваться, причаститься, помолиться, это обязательно. Елена, ну а с точки зрения медика надо как-то готовиться к крещению? Ну, я не имею в виду, да? К погружению, да? Да, да, да. Конечно. Ну, вот если ты собираешься что-то погружаться и, может быть, водичку... Нужно быть здоровым, нужно быть в хорошем настроении, принести с собой полотенце, сменное белье, обязательно не быть босиком, желательно погружаться без головы и погружаться постепенно. Сначала опустить стопы, если вы чувствуете, что все в порядке, вы хорошо себя чувствуете, потом продолжить погружение. И желательно, чтобы не более двух минут было, то есть оно должно быть кратковременным. Потом выйти, просушиться, переодеться во все сухое, и все. Если есть баня, это будет вообще замечательно. Помимо духовного эффекта очищения. И горячий чай. Здесь еще и лечебный эффект будет. Но с температурой, вот, и думать, что вдруг это все пройдет, мне кажется, это... Это не то место, где это пройдет только от погружения, конечно. Ну, спасибо вам большое. Мы всех приглашаем, тех, кто верит действительно на праздник крещения. А я напомню, что сегодня у нас в гостях были отец Анатолий Бачкар, проректор по воспитательной работе Барнаусской духовной семинарии, и Елена Булгакова, участковый терапевт Барнаусской поликлиники номер 9.